Всем привет! С вами передача о студенческой жизни вузблог и я, Софья Останкова. Последние дни зимы студентам запомнится как очень насыщенный. Семестр в разгаре, интересных событий масса, а полезных еще больше. Вот некоторые из них. СКФУ укрепляет связи с Ближним Востоком. Федеральный вуз посетили представители Международного университета Ливана. В СКФУ гости из Арабской Республики познакомились с программами подготовки специалистов и с научными проектами. Ливанцев особенно заинтересовал опыт вуза по применению геоинформационных технологий. Ведь специалисты СКФУ используют ГИС для маркетинговых исследований, территориального планирования, межевания территорий и других схожих задач. Гости из Бейрута обсудили возможность обучения в аспирантуре СКФУ и участие в международных научных конференциях федерального вуза. В преддверии Международного дня политконсультанта в СКФУ работали интерактивные площадки. Желающие могли поучаствовать в дебатах. Темы для споров были выбраны острые. Нужно ли наказывать политиков за невыполнение предвыборных обещаний? Стоит ли изолировать российский интернет от угрозы извне? У каждой команды были свои аргументы «за» и «против». Оценивали красноречие студентов специалисты в области публичных выступлений и политтехнологи. Эксперты дали мастер-классы. Рассказали молодежи об особенностях создания предвыборных материалов, влиянии блогеров на популярность политиков. «Были лекции, сейчас были воркшопы. В рамках этого мероприятия понравилось абсолютно все. Это очень полезно, очень применимо. То есть, если где-то мы такие знания не можем получить на лекции, то вот здесь расширяем круг, скажем так, своих знаний и будем применять их активно». Своим опытом поделились политтехнологи, пиарщики, журналисты и общественные деятели. Все они сошлись в одном – будущее за социальными сетями. Именно туда постепенно переходит основная масса предвыборных агитационных материалов. Современные технологии рассказывают о взглядах, интересах каждого пользователя сети. Пиарщики пишут разные тексты под разные группы людей, что более эффективно. «Спектр затрагиваемых тем, уровень и глубина их освещения – все это, конечно, настолько полезно студентам для повышения их квалификации. Без этого, наверное, все-таки трудно обойтись. Но и потом нам нужно понимать тренды профессии. Вот эти круглые столы тоже помогают понять то новое, то значимое, которое сейчас прежде всего, конечно, реализуется в практической деятельности». Эксперты пообещали активнее участвовать в подготовке будущих специалистов в области пиара и рекламы. Станет традицией и празднование Международного дня политконсультанта уверены в эскейфу. В федеральном отметили День российских студенческих отрядов. Праздник объединил бойцов из педагогического отряда ВУЗа «Классики» и строительного отряда «Беркут». К ним присоединились также ученики школы вожатского мастерства при ВУЗе. Открылся вечер конкурсом инсталляций. Команды показали, каким видят бойца студенческого отряда будущего. Образы получились яркими и непохожими, но на этом испытания не закончились. Организаторы проверили, насколько хорошо бойцы знают историю движения студотрядов. А в одном из конкурсов отрядам предложили поменяться местами. Вожатые строили дом, а строители успокаивали капризных детей в лагере. С заданием все справились на отлично. Выручили смекалка и отличное чувство юмора. Впереди у бойцов подготовка к летнему трудовому семестру. На Ставрополе выбрали лучшего юного электронщика. В СКФУ прошел региональный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills Russia. За победу боролись 12 участников. Это студенты колледжей и школьники. К этому состязанию они готовились не один день. Каждый хотел доказать, его навыки в области электроники соответствуют международным стандартам. Этим и отличается конкурс «Молодые профессионалы WorldSkills». Участники демонстрируют здесь мастерство, а не теоретические знания. Все задания составляют эксперты и работодатели. За основу берут мировой опыт. У будущих электронщиков испытания проходили три дня с утра до вечера. Конкурсанты разрабатывают схему заданного устройства. Затем они переводят ее в электронный вид для того, чтобы пустить в производство печатную плату. Затем они получают печатную плату и компоненты, распаивают, подключают, настраивают. То есть электроника здесь – это от идеи, от вашей идеи, до реализации для вас в виде конечного продукта. По словам экспертов, задания с каждым годом становятся сложнее. На этот раз участники создавали декодер для пульта дистанционного управления. По требованиям конкурса ребята работали на передовом оборудовании. В их распоряжении было все необходимое – от осциллографов и генераторов до паяльных станций. Позаботились организаторы и о безопасности участников. Даже халаты подобрали антистатические. За ходом конкурса наблюдали не только судьи, но и гости чемпионата. Площадку посетили сотни ставропольских школьников и учащихся колледжей. То есть вы изменяете сопротивление, в результате у вас меняется частота мерцания. Самые любознательные собирали шаг за шагом схему и проверяли работу устройства. На соседней площадке учились измерять с помощью приборов частоту, напряжение и параметры импульсов. Им интересно что-то посмотреть своими руками. То есть он прикасается щупом осциллограф, осмотрит, как изменяется, порегулировать частоту. Посмотреть, как что-то сделать. Все равно это интересно. Что-то сделать своими руками, конечно, не собрать, а добиться исследовать. То есть узнать что-то новое, посмотреть, попробовать. Организаторы надеются. Такие площадки вовлекут школьников в мир электроники. Многие ребята уже загорелись с желанием поучаствовать в чемпионате. Накануне только призы. Победители представят Ставрополье на всероссийском этапе конкурса. А кто-то, возможно, войдет в национальную сборную и сразится с лучшими молодыми электронщиками мира. А теперь наша традиционная рубрика «Стут Твит». Как всегда подготовили лучшие фото с хэштегом «Эскайфу» и студенты «Скайфу». День защитника Отечества прошел, а поздравления продолжаются. Патриотический отряд «Исток» поздравляет своего наставника Аслана, и мы присоединяемся к теплым словам. На второй строчке Елена Карташова. Девушку вдохновила школа проектной деятельности «Шаг-2035», и она готова воплощать все идеи в жизнь. И мы желаем ей в этом успехов. Институт математики и естественных наук провел интеллектуальную игру «Что, где, когда». Участники отвечали на вопросы по географической тематике. Вот так интересно, а главное, с пользой проводят время студенты. За фото спасибо Наталье Ебетиной. Это были все новости на сегодня. Если вы хотите увидеть свое фото в ВУЗ-блоге, присылайте посты с хэштегом «Эскайфу» и «Студентыскайфу» в соцсети. Больше информации на официальном сайте ВУЗа. На этом с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok